НАВАК назвал условия для подписания нового транзитного договора с Украиной НАВАК назвал условия для подписания нового транзитного договора с Украиной 22 часа РИА Новости, Стрингер, газодобывающее предприятие на Украине РИА Новости, Стрингер Москва, 21 янф РИА Новости Новый контракт на транзит российского газа через Украину после 2019 года должен быть коммерчески привлекательным, а маршрут конкурентно способным заявил министр энергетики Александр Навак в интервью телеканалу «Россия-24». Так, для сохранения транзита Украина должна представить четкие правила работы своей газотранспортной системы. В частности, предоставить параметры по тарифу, который должен быть конкурентноспособным по отношению к другим газопроводам. Прежде всего, речь идет о Северном потоке и Турецком потоке. 19 января, в 8 часов они догадались, Украина может потерять газовый русский транзит. Помимо этого, «Газпрому» и «Нафтогазу» необходимо урегулировать судебные проблемы. Навак рассказал, что в ближайшее время ожидается рассмотрение апелляции по делу. Он добавил, что также имеет смысл обсудить заключение мирового соглашения между корпорациями. Министр отметил, что Россия не воспринимает позицию «Нафтогаза» по новому транзитному иску на 12 миллиардов долларов и назвал ее абсурдной. Поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачены в будущем в случае незаключения контракта. Это в принципе не может рассматриваться, заявил он. 18 января, 14.03 сказка о разбитом корыте, как Киев хотел «Газпром» наказать Швейцария. Не стало арестовывать активы «Газпрома» по иску «Нафтогаза». На Украине возмутились и решили сами искать эти активы, раз уж швейцарцы не могут. Услышали что-то новое. Глава «Нафтогаза» Андрей Кабалеев назвал переговоры по транзиту «Газа» интересными, так как украинская сторона услышала что-то новое. Он заявил, что настроен сдержанно и оптимистично. «Я думаю, что дальше будет оценка данных предложений украинской стороной, мы сделаем свою домашнюю работу. Мы договорились с ЕК, что всего, я так понимаю, где-то в марте или апреле, будет следующая встреча, и там мы уже обсудим реакцию на именно их предложения. Я надеюсь на трехсторонний формат», — сказал Кабалеев. 18 января, 11.39 «Нафтогаз» допустил прекращение транзита газа через Украину. В 2020 году ранний вице-президент ЕК по Энергосоюзу Мороз Шевчевич заявил, что сделал Россию и Украине справедливое предложение по будущему транзитному контракту, покрывающие его ключевые параметры, длительность, объемы и тарифы, и другие важные нюансы, инвестиции, поддержание ГТС, технические и законодательные требования. Новая точка осчета Кабалеев поблагодарил Шевчевича за предложение и назвал ее точкой осчета, которую украинская сторона будет рассматривать. 18 января, час 14 суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома». Мы впервые о ней услышали, впервые получили. «Надеюсь, что в ближайшие два месяца у нас будет достаточно времени, чтобы вернуться в Киев и обсудить это как в Нафтогазе, так и с нашим акционером», сказал Кабалеев в эфире телеканала 112 Украина. Единственным акционером Нафтогаза является государство. Действующий контракт устарел Кабалеев также отметил, что был удивлен предложением главы «Газпрома» Алексея Миллера продлить действующий контракт. 15 января, в 8 часов новогодний подарок от властей, украинцам предложили жечь свои дома. Нафтогаз с Украины готов рассматривать будущее соглашение только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано на Украине, заявил Кабалеев. Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев настаивает на заключении нового договора по европейским правилам. Даже Евросоюз пытается растолковать Россию, которая не хочет слушать, что правила поменяли, что жизнь поменялась, но логика господина Миллера просто продлит существующие контракты. Как он сказал, для этого даже не нужны экспертные консультации, сказал Климкин, 31 декабря 2018 года, в 8.51 больной аппендикс Европы. Украина осталась без права на выбор соглашения на 10 лет. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчевич заявил, что ЕС поддерживает позицию Украины о том, что будущий контракт на транзит должен отражать европейское газовое законодательство. По его словам, это должен быть такой же контракт, что есть сейчас у Газпрома с западноевропейскими компаниями. По мнению Шевчевича, будущий контракт обязательно должен иметь срок действия на 10 и более лет. 25 декабря 2018 года, 11.8 так ли важно Европе сохранение транзита газа через Украину. Мнение эксперта Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной, заявил глава Минэнерго РФ Александр Навак. О том, какие для этого есть возможности, в эфире радио «Спутник», рассказал эксперт в области энергетики Николай Хренков. Кроме того, он обратил внимание на разные оценки Москвой и Киевым решений стокгольмского арбитража, а также апелляционных процедур. Это, конечно, тот вопрос, который привносит дополнительные юридические элементы в дискуссии о будущем контракте, потому что никто не хочет вести себя таким образом, чтобы их позиции были ослаблены в случае стокгольмского арбитража, сказал Шевчевич. 25 декабря 2018 года, 7.29 Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной. Продолжение следует...